Девушки отдыхают Девушки отдыхают Вроде собирался сегодня прибраться Да, а я все еще и собираюсь, правда Да Или подходящим партнером Похоже, что мы и договорились Отлично Так вот, в саентологии есть инструмент для предсказывания поведения Эта шкала Показывающая одно за другим все эмоциональные состояния человека Эти эмоциональные состояния называются тонами И любой человек находится в каком-то из них Например, если вы получаете отличную новость Джолана, поздравляю, вы получили повышение Вы можете оказаться в тоне энтузиазма Спасибо! Но если вы получаете очень плохую новость Например, о чьей-то смерти Алло? Что случилось? Вы можете опуститься в тон горя Что случилось? Моя бабушка И если из-за внезапной потери Кто-то может попасть в горе ненадолго То из-за слишком многих потерь или боли Человек может, опустившись в горе Так и остаться там Порой на годы И будет реагировать так почти на все в жизни Ведь каждому эмоциональному тону Соответствует свой образ поведения Например, человек в гневе будет делать определенные вещи Можно ожидать, что он будет пытаться доминировать над людьми Крича на них и угрожая Не смей говорить мне, что делать! Ты воран! Вся школа боится! А тот, кто боится Скорее всего, будет действовать совсем иначе Ну что, лох! Итак, у каждого человека есть хронический тон И он будет вести себя так, как ему велит этот тон Поэтому, если бы вы могли научиться определять тон человека Вы смогли бы предсказать его поведение И то, как он будет общаться Мы подберем вам летнюю доску И то, как он будет поступать Эй! Например, человек, которому хронически скучно Будет небрежен Я вроде собирался сегодня прибраться И будет неискренним Ага А я все еще и собираюсь Правда? Да И хотя он слишком небрежен, чтобы ему доверять Знаешь, что я за то сделал? Но, как друг, он все же довольно ценен Купил тебе билеты на концерт для твоего свидания Ладно Спасибо Эй! Что ты делаешь, черт возьми? Антагонистичный человек будет искажать правду во вред другим Ты мотаешь им из стороны в сторону Прибьешь кого-нибудь Просто положи Он враждебен, недоволен и критичен И сюда! И его ценность как друга мала Ты вообще что-нибудь можешь? А самым опасным из тонов является скрытая враждебность Знаешь, я записалась на курсы модельеров Правда? Это человек, который вам улыбается, а потом наносит удар в спину Я тебя люблю, радость моя И знаю, что у тебя есть свой стиль Его разговор напичкан маленькими уколами Дизайнеру нужен большой талант И у многих не получается Потому что он втайне старается расстроить или даже погубить вас А вы и не подозреваете Не надейся особенно, ты ладно? Я не хочу, чтобы тебе было больно Внизу шкалы находится тон апатии Не знаю даже, зачем мы строим все это Этот человек будет говорить безнадежно Кому это вообще не нужно? О том, что плохо и чего не исправить Ну пока мы рады, что нам просто заплатили А что дальше? На этом уровне в человеке осталось так мало жизни Что он едва может действовать сам Не говоря уже о его ценности как друга, супруга или работника Кстати, если вы его наймете Он, вероятно, нанесет немалый урон вашему бизнесу По неосторожности или небрежности Как видите, очень важно, с кем мы поддерживаем отношения Но если вы умеете определять тон Вы можете снизить или свести на нет риск во всех своих взаимоотношениях В саентологии есть таблица, в которой показаны черты Присущие людям на разных уровнях И вы можете научиться точно предсказывать поступки любого На ней отмечены десятки аспектов поведения От способности человека нести ответственность До того, насколько он будет правдив И как он будет обращаться с другими Вы также научитесь распознавать хронический тон По поведению глаз человека Когда вы будете знать, как люди поведут себя в конкретной ситуации Шеф, я сделаю Спасибо Вы будете знать, кто ваши друзья С кем вам стоит иметь дело И кому можно доверять Располагая этими данными, вы сможете создавать отношения Которые помогут вам во всем добиться успеха и благополучия Отлично, молодец Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова